Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Талантливая молодежь часто погружена в сферу своих научных интересов и случается так, что жизненные реалии становятся преградой для воплощения их инициативы. Поэтому мыслящим, заряженным идеями молодым людям необходима помощь. Помощь материальная, поддержка во взаимодействии с госорганами или просто помощь в указании верного направления. Форум Иволга-2016, с которого не так давно вернулись кумертауские студенты, эту поддержку предлагает. Удалось ли воспользоваться нашим студентам таким предложением, попробуем разобраться в рамках следующего репортажа. Форум Приволжского федерального округа Иволга оказывает молодежи поддержку по ряду направлений. Накануне с его площадок вернулись студенты кумертаусского филиала ОГУ. Впечатлениями они поделились за чашкой чая. Для нас это значим, поскольку Иволга это не просто форум, а форум Приволжского федерального округа. И наши студенты, наши сотрудники выезжают на него по ряду достаточно жесткого конкурсного отбора. Представители кумертаусского вуза посетили Иволгу в делегации Республики Башкортостан, полный состав которой насчитывал более 100 человек. Свои проекты новаторы представляли по девяти традиционным направлениям, а также впервые могли поучаствовать в международной смене Иволга Глобал. На ней были французы, китайцы. Удалось попрактиковаться английскому языку. Также я представляла свой проект. Я уже приезжаю на Иволгу второй год. И мой проект — молодежный кадровый резерв. Я участвовала на конвейере проектов. Эксперты оценили мой проект. Дали контакты необходимые для его реализации. Я участвовала в смене «Патриот». Мой проект был посвящен... Ну, он назывался «Стоятой памяти» и был посвящен, чтобы оказывать посильную помощь ветеранам нашего города. Но защитить я его не успела, так как в нашей смене было очень много человек. И на конвейере проектов каждый человек защищался по часу, по два. То есть на всех не хватило времени. Помимо представления проектов, программа форума предусматривала еще целый ряд мероприятий. Так, в День памяти и скорби 22 июня на форуме Иволга поддержали акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Позже организовали исторический квест. По его итогам у кумертаусского студента Максима Тычинина первое место. Кто-то отвечал за историю, кто-то отвечал за логику. И так все вместе мы сплотились в один коллектив и победили из четырех регионов УФО за это первое место. В целом же те проекты, которые успел представить кумертауский филиал ОГУ, получили высокую оценку экспертов. Один из них рекомендован для реализации на базе учебного заведения. Мы возили свой проект «Я и самоуправление» для развития молодежных инициатив. Наши студенты очень часто являются активистами в молодежной сфере. И ребятам иногда не хватает навыков управленческих. И мой проект как раз таки направлен на то, чтобы ребятам давать управленческие навыки, обучать их социальному проектированию и защите своих проектов. В стенах ВУЗа участники Иволги поделились впечатлениями, приняли поздравления и обещания, что молодежные инициативы в университете продолжат получать разного рода поддержку и поощрение. В этом году Госавтоинспекция России отметила свой 80-летний юбилей. Безопасность дорожного движения, помощь водителям и пешеходам – это тяжелая, но почетная работа, требующая высокого профессионализма, ежедневных самоотверженностей и мужества. День ГИБДД отмечается ежегодно 3 июля. Официально в этом году его справляют восьмой раз. В Кумертау накануне этого праздника дорожные полицейские поздравляли друг друга, вручали награды и вспоминали погибших товарищей. В отделении МВД России по городу Кумертау состоялось торжественное поздравление ветеранов и сотрудников ГАИ ГИБДД с профессиональным праздником – 80-й годовщиной со дня образования Госавтоинспекции. Защищать жизнь и здоровье людей – благородное и ответственное призвание, требующее профессионализма, выдержки и самоотверженности, а зачастую личное иммунство. Поэтому хочу выразить признательность всем сотрудникам Госавтоинспекции, которые, не считая с личным временем, не считая здоровье, а иногда и жизни, выполнять свои службы, а также сказать слова благодарности вашим семьям, родным и близким. На мероприятии прозвучали особые слова благодарности ветеранам службы за то, что они заложили славные традиции ответственного отношения к делу и продолжают передавать свой опыт молодым сотрудникам. За то, что чувство долга и справедливости для них не просто слова, а дело всей жизни. Несмотря на изменение названий, назначение ГИБДД все равно остается обеспечение безопасного движения. Сотрудники Госавтоинспекции всегда были и будут на дорогах и обеспечивают безопасность. В рамках мероприятия состоялось награждение нагрудными знаками 80 лет Госавтоинспекции сотрудников разных чинов. Служу Российской Федерации. Я хотел бы сказать, что вас всех нас здесь объединяет на то, что мы все работаем. И кто-то из вас уже работал в Госавтоинспекции. Бывших, как у нас принято в милиции, в полиции, говорит, не бывает. Поэтому всех поздравляю от всей души, желаю крепкого здоровья, свое счастье, удачи, успехов сотрудникам, набраться опыта. Еще раз праздник поздравляю. Финус Махиянов, занимавшись 1976 года по 1992 пост начальника отделения ГАИ Кумертаусского ГОРОВД, а ныне подполковник милиции в отставке, напомнил всем историю ГАИ. Рассказал обо всех тех, кто трудился в наших краях, первых служащих Госавтоинспекции. А также обратился к вдовам сотрудников полиции, почти в память ушедших. Также присутствующих поздравил майорный лицей в отставке Фаниль Салимов. Ну, с Левитовским отделением у нас отделом всегда было братские отношения. Ну, сегодня начали торжество, я думаю, доказательство. Мы даже и в футбол играли вместе, проводили. Поэтому всегда у нас было дороги, мы не делили, ДТП тоже по возможности. Передавали. Непонимания никогда не было. Ну, нам, если кому с какой-то степени не повезло, с поздравлениями. Те водители, которых мы храняем, ночами, днями, они нас не поздравляют, мы только друг друга поздравляем, наши друзья поздравляют. Так ведь? Поэтому нам этого хватает. В течение многих десятилетий служба ГАИ выполняла важнейшие задачи по снижению аварийности на дорогах и сохранению жизни и здоровья людей. Награждены медалями ветеран госавтоинспекции 80 лет были служащие всех чинов, находящиеся ныне в отставке. Со словами признательности и благодарности за сохранение памяти об ушедших выступили вдовы сотрудников полиции. Особенно хочется мне выразить слова благодарности тем сотрудникам ГАИ, которые служили вместе с моим мужем Ильдаром. Вот, конечно, Афинус Рахимович, вам огромное спасибо. Тараси Доржавовичу, вам огромное спасибо. Геннадий Иванович, преклоняюсь перед вами. Спасибо вам огромное. Ну, и всем-всем-всем, всех трудно перечислить, но вот тех людей, которые знаю в лицо, вы мне очень близки и дороги. Я вас очень положаю и даже люблю. В завершение мероприятия все присутствующие традиционно собрались для общей фотографии на фоне памятника. На полях сельскохозяйственных кооперативов Куэркозинского района внедряют ресурсы и почвосберегающие технологии. Этот процесс без современной техники, понятное дело, немного буксует. Для обмена опытом в этом вопросе в районе провели семинар под названием «Новая сельскохозяйственная техника для кукурузы и подсолнечника». Накануне на базе СПК «Искор» состоялся семинар-презентация современной техники. Перед пленарной частью заседания для собравшихся выступили артисты районного дворца культуры. Участие в семинаре приняли аграрии 17 районов республики. Организаторами мероприятия стали Минсельхоз Башкортостана, Академия наук Республики, Администрация района, СПК «Искра» и Закрытое акционерное общество «Европейская агротехника УФА». С приветственной речью на открытии семинара выступил Ахат Кутлуахметов. Он рассказал об основных достижениях района в аграрных сферах, а также представил статистические сельскохозяйственные данные. Мы рады приветствовать вас сегодня на благодатной Кургазинской земле. Пользуясь представленной возможностью, хотелось бы коротко рассказать о нашем районе, чем живут и трудятся мои земляки. Кургазинский район имеет богатую историю и славные трудовые традиции. Особенно знаменательным стал для Кургазин в 2015 год. Мы отметили 80 лет со дня образования родного района. Лекцию возделывания кукурузы и подсолнечника классика и современность прочел доктор сельскохозяйственных наук Халил Сафин. Он сравнил технологические виды обработки данных культур на примерах из практики сельхозпредприятий, республики и стран с передовым опытом в данной сфере. Мы как раз выбирали машину, мы стараемся, чтобы иметь наибольшую производительность. И по производительности все же периодируем технологий, так как многие виды обработки мы меняем, заменяем работы обыскователя. И, как видите, при классике традиционной системе землетелия мы один, агрегатность можно обработать за сутки 20-30 гектаров, то обыскователи здесь уже могут в разы больше обработать и производительность 10-25 раз лишены. Также своим опытом внедрения нулевой и полосной технологии поделились с присутствующими руководители сельхозкооперативов Куяргазинского и Обзелиловского районов Рамиль Мустафин и Раилев Хрисламов. Еще одним гостем семинара стал менеджер по сервису завода-производителя Кинзе из штата Айова. Он рассказал о продукции, которую производит их фирма, а именно о сейлках точного посева. Кинзе – это один из предыдущих производителей обошенных селхозов в США. Селхи предназначены для пунктирного высота. Точный высот Кинзе означает точный контроль, субъединение, максимальное расстояние между семинарами и максимально пророциальные условия для минимального окон и обработанных полей. Перед практической частью семинара генеральный директор закрытого акционерного общества «Европейская агротехника» представил всем участникам презентацию современной техники и перечислил ее инновационные характеристики. Сегодня вы увидите стриптил-культиватор, американский стриптил-культиватор Хайникер. Отчетствующие жадки мы поставляем компании «Шелбор». Все большую популярность, конечно же, завоевывают прицепы компании «Флигель». Любое хозяйство стремится со временем заменить «КамАЗы» на прицепы с выдвигающей системой, потому что это оправдано. Любой прицеп «Флигель» на кормозаготовку заменяет два «КамАЗа». Это уже доказано. Далее все собравшиеся были приглашены на поля СПК «Искра» для осмотра посевов яровой пшеницы, подсолнечника и кукурузы, возделываемых по нулевой технологии. После чего на площадке представители заводов и изготовителей продемонстрировали тракторы последних модификаций, кормоуборочные комбайны и другую технику. Приехали не в музей, приехали в родные места, чтобы вспомнить, как все начиналось. Однако именно в музее находятся символы эпохи. Возможно, именно поэтому уроженец Куяргазинского района генерал-майор Владимир Федотов в своем визите на Малую Родину музей не оставил без внимания. Подробности у нашего корреспондента. На днях Куяргазинский историко-краеведческий музей в Ермолаево посетили почетные гости. Владимир Федотов, генерал-майор Федеральной службы охраны Российской Федерации, с супругой Верой Федотовой, полковником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в отставке. Экскурсию для них провела учитель истории школы номер один Елена Яковлева, являющаяся также руководителем школьного музея. Она рассказала им обо всех выставленных экспозициях, героях района на стендовых фотографиях и ответила на вопросы о том, как собираются исторические данные и экспонаты для музея. А 19 век уже непосредственно связан с помещиками Шоты, которые сюда приехали, выкупили эти земли. Это, получается, у нас Ипполит Шот, основатель всей практически нашей инфраструктуры, можно сказать, с нашего района. Там он основал винокуренный завод в селе Ермолаево. Здесь вот фотография начала 20-х веков. Владимир Федотов много лет живет вдали от малой родины, в Москве. Приезжая в Башкортостан, он не упускает случая посетить родные места, район и село. С большим чувством я жду всегда этот отпуск. Сейчас вот там, где папа с мамой жили, они же в Ермолаевке начинали работать. После войны приехали сюда, работали, а потом вот они уже, папа уехал заведующим медпунктом в Кульчан. И они там 55 лет. И, в общем-то, у нас четверо детей, и все родились здесь. Ну, только старшая вот в Ермолаевке родилась. А так вся жизнь связана вот с Ермолаевкой. В школе учились, все время приезжали сюда, все соревнования, да. Вот были случаи дровей с Ермолаевскими. После экскурсии Владимир Федотов сделал памятную запись в музейной книге отзывов. И, впечатлившись всем увиденным, пожелал несколько слов на прощание. В первую очередь я бы пожелал дружбы большой между всеми народами, чтобы люди всегда помнили свою историю добра, мира, любви и счастья. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.